В этом же сюжете я расскажу немножко о системе, которая способствует криминальному обороту предметов материальной культуры на уровне государственных служб. Так получилось, что будучи работая в Украине, наша система все-таки учета, оборота, регуляции правовых аспектов сферы культурной ценности, она вызывала интерес у разных специалистов. И вместе с членами нашей команды, вместе со своими коллегами, периодически мы читали лекции в том числе разным другим ведомствам, специалистам, которые выражали интерес к нашим исследованиям, к результатам наших работ. Так вот, в одной из поездок нас пригласили читать лекции в таможне руководитель на курсах повышения кадров таможенных работников. И, в частности, мы прочитали лекцию руководителям департаментов контрабанды, или департаментов, которые контролируют, самый сложный департамент, это по контролю за контрабандой, за незаконным оборотом начальником вот этих вот департаментов таможенных служб. Это были солидные дядечки, вот, может быть, моего возраста, где-то даже много старше. Вот, естественно, когда мы с моим коллегой Анатолием Ивановичем Капитанским, полковником в отставке милиции Украины и юристом, значит, мы начали представляться, начали говорить о том, какую сферу научных исследований и какие результаты мы хотели доложить. Ну, вначале пошел такой небольшой такой неропот, ну, такой, ну, что же вы нам можете интересного рассказать? И чем вот вы можете нас удивить, поскольку мы вот уже видавшие виды, мы все знаем, мы вот вам можем много, действительно, так оно и получилось, что мы получаем от этих лекций, от наших каких-то контактов с такого уровня руководителями, достаточно много новой информации, полезной для продолжения или углубления наших знаний. Ну, когда я рассказал им какие-то аспекты основные, прямо, прямым текстом сказал, что, к сожалению, вся сфера, которая существует при Министерстве культуры и в вашем ведомстве по обороту за перемещением культурных ценностей через границу, она действует неконституционно, она не имеет правовой базы, ну, там был диалог, мы его, конечно, успешно выиграли с точки зрения доказательной базы правовой, в том, что есть конституция, есть какие-то там инструктивные документы, правовые акты, которые не вяжутся ни в международном праве, ни с конституцией. Ну, вот я приведу такой простой пример, если там я везу какую-то культурную ценность, у меня, естественно, там антиквариат, она запрещена, а на каких основаниях она запрещена? Что есть юридическое основание запрета перемещения мне, как там положим, гражданина Украины или там гражданина другой страны, из одной страны в другую? Да нет таких оснований, кроме уплаты налогов, если вдруг я совершу или решу ее продать. Все, больше никаких других оснований нету с точки зрения международного права и конституции. Только контроль за адекватным и своевременным уплатой налогов, если вдруг я на этой вещи каким-либо образом хочу нажиться или получить какую-то прибыль, или реализовать ее в другой стране или в этой стране, но такого контроля, естественно, таможни осуществить никак не может. Я говорю тогда, почему у вас не существует система маркеров, система возврата культурных ценностей или там система учета со смежными странами. В общем, мы проговорили про этот аспект. Мы затронули уже у этих дядечек или там у солидных начальников уже начался процесс мышления. А как же так? Ну, смотрите, вот я переезжаю там на своем там Геленвагене, на Мерседесе, да, через границу. Как, например, вы меня регулируете? Вы вносите систему учета, да, что я вот выехал на этом автомобиле. Если вдруг я его там продам, да, то я должен в налоговую себя отчитаться. Почему? Потому что я получил какую-то прибыль с этой машины или сделал какую-то сделку, которая должна отразиться в экономической сфере моих личных каких-то взаимоотношениях с налоговой службой, где я являюсь там резидентом или проживаю, зарегистрировал. Вот. Но гарантом того, что я правильно поступлю с точки зрения закона, есть страхование. Вот я застраховал всю сферу вот этого перемещения своего автомобиля. Без страховки я не имею права перемещаться. И таким образом государство убеждено в том, что в случае, если я там нарушу законодательство, то страховая возместит вот эту сумму, а дальше будет разбираться уже со мной. Естественно, там со всеми последствиями. А в отношении предметов материальной культуры, почему такая же точно схема не действует? Почему? Потому что нет системы учета. Вообще не существует инструктивной базы оценки и так далее. Вот это все порождает огромный всплеск контрабанды. Ну вот я потом приведу какие-то примеры, что же происходит с системой вообще с культурными ценностями, не только там на уровне, наверное, одной стороны. Это вообще тенденция мировая, что предметы старины или предметы особо ценные, которые являются шедеврами. Шедевры, вот история самого неразвитый рынок антиквариата толкает коллекционеров на массовый экспорт исторических ценностей в страну их максимального денежного спроса. Это во всех странах такое. Понятно, что получается, что это контрабанда. Контрабанда в первую очередь не со стороны прав собственности, что путают таможники, а со стороны налогового законодательства. Дальше что? Когда для этих руководителей таможни я сказал, что смотрите, я вам приведу, у вас система, ваша система учета, более того, она провальная. И вы мне подпишите, сами поставите печать на вывоз, ну что вы хотите, я могу вывезти Айвазовского, могу вывезти Ван Гога, даже могу Джоконду, которая находится в Лувре, я ее вывезу. И вы мне поставите печать и подпись. Они говорят, да нет, такого быть не может, тут фантазии расскажут. Ну вот я сейчас приведу пример, почему я его привожу. Это та система, как на сегодняшний день происходит контрабанда культурных ценностей высокого уровня в России, в Украине и в других странах СНГ. Значит, я ужаснулся, когда узнал эту вообще сферу всей этой масштабности. И никто ничего не делал. Вот я это сказал открыто, там почти год назад, даже больше года назад, на лекции таможнику. Почему вам нужно поменять всю систему? Так вот, смотрите, вот у меня есть таможенный бланк, положим, там российский, украинский, там, не знаю, белорусский и так далее. Вот он, да, вот он. Где написаны какие-то позиции. Вот если я возьму, я прихожу, проезжаю через границу и декларирую, например, компьютер и 200 долларов. Никто не откажет мне вправе продекларировать те вещи, которые я хочу по каким-либо там своему желанию задекларировать. Ну вот я хочу задекларировать компьютер, потому что там страна, куда я приезжаю, возможно, потребует отменять такую декларацию. И мне таможник что делает? Он ставит мне печать, подпись, там, обводит что-то этим самым и выдает мне этот бланк, который является документальным основанием, что я вывез эту вещь на законных основах. Что я дальше делаю? Я беру ручку, которая имеет, знаете, такие продаются, которые с одной стороны пишут, с другой стороны стирают. Так вот, написав такой ручкой, вот здесь, там, компьютер, поставив печать, я проезжаю таможню, беру, стираю вот этой вот обратной стороной и пишу, там, картина Айвазовского или, там, Джаконда, или, там, Иконостас, или что-то еще. Что захочу, то напишу. И все. И у меня есть документ таможенный, который подписан и проштампован таможником для того, чтобы я легализовал или показал закон из провоза. Я это сказал начальникам отдела контрабанды, я сказал это в присутствии руководящих работников. И сказал, вам нужно срочно поменять систему бланков вообще. Вот они должны быть примерно вот такие, как в Евросоюзе, когда человек пишет, а вот здесь вот остается у него копия. И вот ему выдают за простампованную копию, все, что он записал вот здесь, вот здесь вот отражается. И вот нужно, чтобы ему, ну, как в Европе, там, и человеку отдают копию, подписанную уже, там, штампом таможенника. Вот эта система на сегодняшний день, она позволяет криминальным элементам перевозить, вывозить, ввозить, перевозить достаточно много предметов любого уровня. В России, из России, из Украины, из Украины. И почему-то никто не обращает внимания вот на такой факт простого документа оборота. Я не говорю уже про более серьезные системы, которые мы в свое время предлагали. Ну вот это я рассказал элемент чего? Элемент того, как функционирует рынок и как разные участники рынка, вот возьмите отдельно, я сейчас сказал про факт таможни. Да, вот таможня конкретно, тоже участники рынка, элемент системы. Вот никак они не помогают регуляции законного и защищающего честного собственника товарообороту или перемещению через границу, которая является опять же элементом системы, связанной с этим рынком. Вот сейчас речь пойдет о тех музейных работниках, тех специалистах, которые относятся к сфере защиты государственных интересов по культурному наследию той или иной страны. Подчеркиваю, это далеко, наверное, не все, существует огромное количество честных музейщиков. Но, к сожалению, как вы поняли из всех вот этих вот сюжетов, которые я представил ранее, что сама система, сама ситуация, она, к сожалению, подталкивает и втягивает вот в незаконные, не научные, не этические сети, вот вообще, в том числе честных, нормальных, высокого уровня специалистов. Ну, я уже говорил, например, как человек там достиг какого-то положения, а его втягивают в там какую-то комиссию по списанию чего-то. Он не является специалистом оценщика, он подписывает акт. Если он подписал один раз акт, все, он уже в рамках вот этой вот мафии, в рамках вот этих людей нечистоплотных, которые имеют тот или иной меркантильный личный интерес в том или ином каком-то правовом акте. А речь идет о десятках миллионов, там, десятках, не знаю, там, рублей, там и так далее. Это практически во многих странах такое существует, я не говорю уже про Россию и Украину. Ну, вот я зачитаю несколько текстов, вернее, несколько материалов, которые написали давно. Например, пишет в 2004 году независимая газета. Очень интересно, это как индикатор. Серый бизнес на культуре. Бедные, но честные музейщики – это миф для недалеких. Только в московских музеях, не говоря про всю матушку Россию, хранятся предметы, обращающиеся на современном антик рынка, ценниками в миллионы долларов. Это произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства, исторические ценности и так далее. Примерно с середины 90-х годов из музеев быстро сориентировались и нынче просто вросли в рынок. Они выдают, это музейщики, туфтовые экспертные заключения по заквазам антикварных салонов и галерей. Консультируют по фотографиям зарубежные аукционы русского искусства. Помогают заплату советами владельцам частных коллекций. Пишут поверхностные статьи для глянцевых журналов. Они же вывозят на рискованные выставки по всему света национальное достояние, как будто оно уже ими приватизировано. Музейщики также напрямую занимаются коммерцией в магазинах при музеях. Все было бы хорошо, если бы музейщики исправно выполняли свою главную функцию – сбережение и приумножение национального культурного достояния. Проще говоря, обязанности кладовщиков больших материальных ценностей. Что происходит с музейными фондами? Непонятно. Из криминальной хроники мы узнаем о кражах из экспозиции музеев. Например, кража авторских копий скульптур Родена в Волгоградском музее. Но в экспозиции находится обычно 2-4% всех фондов музеев. Состояние же более 90% фондов страны нам неизвестно и неясно. Вспомним, как горячился потомственный директор Государственного Эрмитажа Петровский, когда комиссия счетной палаты Госдумы в конце 90-х годов обнаружила недосдачу в фондах. Скандальная известность приобрела история с кражей и подменой подлинников графики в фондах Русского музея. Или аналогичная история в Астраханской галерее имени Кустодиева. Художник Кулик высказывает еретическую мысль. Это Олег Кулик, не Сергей Кулик, вот этот современный, который там какает или лает, как собака. А художник высказывает еретическую мысль. В запасниках российских музеев хранится множество великолепных картин, а запасники эти грабят. В начале 90-х годов участили случай краж в музеях, причем музейщики не могли предоставить работникам угрозыска удовлетворительного описания краденого. МВД требовало от музеев передачи данных учета музейных предметов. В середине 90-х годов вышли законы, обязывающие провести полную инвентаризацию фондов всех музеев. Об их выполнении ничего не известно. Это 2004-й газет, независимая газета, статья называется «Серый бизнес на культуре». Вот скажите мне, с 2004 года, сегодня 2014 год, 10 лет прошло, что изменилось? Ничего, абсолютно ничего не изменилось. Не введена ни система маркировки, ни система оценки, ни система учета, ни классификации, ничего. Что изменилось, так сказать, в отрицательную сторону? Да изменилось очень просто. Кражи, потеря предметов национального уровня. Я приведу пример, я не буду цитировать, он есть в наших публикациях, мы на него ссылаемся. Вот, например, такой оценщик известный, рождественский в России, который имеет очень большое портфолио оценки культурных ценностей, в том числе государственного уровня, государственной формы собственности. Он говорит, что когда-то там в каком-то 2000 году он посещал Государственный исторический музей, и там была сабля, которая, по его мнению, стоила умопомрачительную цифру. Посетив ее в 2010 году, эту же экспозицию, после очередной какой-то там, этой самой, как его, реставрации помещений, обновления помещений, уже новый экскурсовод, он с удивлением от господина Рождества узнал, что там была такая сабля. То есть вот ее нету и все. Вот он считает, что это должна работать прокуратура. Ну, таких случаев, наверное, достаточно много, я не буду их тут все цитировать. Я хотел бы перейти сейчас к конкретике. То есть вот видите, вот 2004 год, названы определенные фамилии, не мной, а вот конкретно людьми. Я лишь заострю внимание на том, что одиозных личностей, которые руководят культурой, которые уже потомственно руководят, как вот, например, Петровский, да, он там директор Эрмитажа, потомственный, его папа там в свое время Арманду Хамеру положил оригинал оттиска Фаберже, и вот тут уехал в Америку. Что там стало потом с появлением фальшаков в Фаберже, это уже отдельный разговор. Кстати, про фальшаки у нас будет сейчас сюжет отдельный. Вот, это уже наш собственный опыт. Но одиозных личностей, например, на российском культурном небосклоне достаточно много. Ну, вот очень много пишется про господина Швыдкова. Вот, у нас личный, как бы, контакт, я имею в виду не личный в плане физическом, а в плане объекта культуры, который явился спором между нами и господином Швыдковым. Я сейчас о нем расскажу. Это очень поучительная история и очень показательная история. Так вот, одиозных личностей, которые руководят культурой до сих пор, материальной культуры, сферой материальной культуры, сейчас много. То же самое сейчас, если вы возьмете ту же Украину, несчастную, то вот все те личности, которые командовали культурой, материальной культурой при Януковиче, они быстро адаптировались, так сказать, осмотрелись после революции и также возглавили всю эту сферу. Вот, я не буду называть по фамилиям, это будет отдельный репортаж. Мы поедем в Украину и проведем серию интервью с руководителями, теми руководителями музеев или музейных работников, которые, на наш взгляд, честные, которые отстаивают принципиально, которые борются с этой мафией. Так вот, получается, что, например, про Россию возьмем. Вот сейчас министр культуры Мединский в России. Мне казалось, что, когда он придет, вернее, когда он стал министром культуры, у него были хорошие очень статьи, там, лет, наверное, пять назад про историческое наследие, там, про аспекты, связанные с тем, как воспитать патриотизм. Вот мне казалось, что он придет, если там во власть, то он очень многое сделал. Ну, что он сделал? Вот расскажите, пожалуйста, что сделал конкретно Мединский в России с точки зрения защиты материальной культуры наследия? Я вижу только, ну, например, факт такой, что, придя, став министром культуры, он быстро очень защитил, там, докторскую диссертацию в одном из вузов, а вот вуз, который оппонировал, вот он почему-то упал. Так вот, не введена ни система оценки, ни система маркировки, ни система лицензирования уровней экспертов, не проведена никаким образом инвентаризация должным образом. Вот возьмите Петровского, там инвентаризация Эрмитажа, по его подсчетам, займет где-то лет 18. И счетная палата говорит, что это миллионы долларов, то, что проинвентаризировали, положим, сегодня, через 5 лет, уже про это все забыли. И что там происходит, не знаю. Мы написали большое письмо на имя президента Путина в свое время, даже мы три письма написали Путину. И мы говорим, наша группа сказала, что вот мы можем очень быстро инвентаризировать всю коллекцию Эрмитажа. Нам не нужно тех денег, огромных, которые сейчас расходуются. А мы показали это, что это будут очень сопоставимые цифры с какими-то там, не знаю, небольшими рейтами. Почему? Потому что у нас есть система. Эта система позволяет говорить и о том, что это можно сделать достаточно быстро, на достаточно высоком уровне. Естественно, должна быть определенная группа подготовлена по нашим тест-разработкам. Об этом мы отдельно, я расскажу в отдельном сюжете. И почему я так спокойно говорю, почему, что мы можем. Не нужно 18 лет ждать, не нужно там тратить большие деньги. Я это докажу, потому что мы провели колоссальный государственный эксперимент в Украине. Мы выполнили огромную работу по заказу следственного управления, главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины. Об этом я расскажу, я и мои коллеги расскажут в отдельном сюжете. Сейчас я перейду к одиозным личностям, которые руководят культурой и которые почему-то так и находятся на плаву. Вот почему? У нас есть своя версия. Озвучивать ее мы здесь, наверное, не будем, потому что уж очень она такая радикальная. Очень туда сводится достаточно много умозаключений. Почему такое все? Ну, возьмем, например, господина Швыдкова. Вот я показываю. Значит, в 2010 году мы проводили курсы в Храме Христа Спасителя. Пригласил нас это господин Волобоев. Вот в Храме Христа Спасителя там существует такая коммерция предметами материальной культуры, которые господин Волобоев переводит там с Маостриха, с Голландии или с Запада, не растомаживая их, делает выставку. И после этого там что-то продает, тогда он там имеет какие-то отношения. У него прекрасная галерея, многие миллионы долларов он втюхал в это во все. Но вот он пригласил, благодаря там одному депутата Государственной Думы, услышав наше начинание, видимо, не посоветовавшись с господином Швыдком, а это, оказывается, его родственник, он пригласил нас на курсы. Мы приехали с нашими коллегами, пригласили достаточно серьезную публику, то есть это уже люди, которые имели достаточно большой опыт в сфере объектов материальной культуры, либо занимали положение. То есть группам набралось человек, наверное, 30-35. Вот в Храме Христа Спасителя, на территории этой галереи изящных искусств, как она называется, господина Волобоева. Когда мы проводили первые занятия, то получилось так, что он был восхищен нашими вообще разработками. Но вечером за чаем я ему сказал прямым текстом, что у нас, оказывается, господином Швыдким, Михаилом Ефимовичем, бывшим министром культуры, а ныне являющимся советником президента России, ну, по крайней мере, Медведев, он был специальным советником-посланником по культуре и так далее. У нас есть принципиальное расхождение на примере Соловецкого иконостаса. Вот это будет отдельный репортаж, я отдельно расскажу про Соловецкий иконостас. И я вам сказал, что у нас, как бы, лично мы не знакомы, но так получилось, что мы имели конфликтную ситуацию на почве ситуации, сложившейся с Соловецким иконостасом. Ну, он говорит, вот, господин Швыдко, это женат на моей сестре, то есть мы родственники, и я это самое. Что произошло на следующий день? На следующий день нас попытались выгнать с этих курсов. Всеми силами, там, господин Волобоев попытался, говорит, у вас не заплачена аренда за стулья, у вас там что-то еще. Короче, эти курсы оказались не нужны. Я говорю, подождите, у нас просто, да, поступили. Мы сейчас пригласим средства массовой информации и расскажем, как вы нарушили контракты. Вот всем вот этой почтенной публике, а там были очень уважаемые люди, вы им всем выйдете и скажете, почему вот вы вдруг разорвали контракт, пригласив наш на курсы прочитать курс ТЭС на вашей площадке, вдруг вы их разорвали и вы их, это самое, ну, вот таким вот образом некорректно. Я думаю, что был разговор у господина Швыдкова с господином Волобоевым, услышав мою фамилию, услышав то, что мы делаем в Москве, и не где-то, а вот в храме Христа Спасителя, вот, значит, который находится под государственной системой охраны, вот, наверное, он сказал, что нужно это все дело прикрыть. Ну, мы ожидали, конечно, каких-то нехороших там действий со стороны каких-либо криминальных элементов, ну, дело обошлось, как бы, там даже систему своей собственной защиты не надо было включать. Ну, вот, теперь я перейду к чему. Вот про этот объект. Называется он Словецкий Коностас. Ну, об этом объекте очень много вы найдете в средствах массовой информации. Забегу прямо, вот я сейчас его немножко покажу, Словецкий Коностас. Вот он находился в нашем управлении. Мы не являлись собственником этой вещи. Но в 2004 году, значит, посол Украины, очень уважаемый мной человек, попросил помочь меня, и тогда молодую команду нашу, своему другу, тоже ученому, в систему Академии наук Литовской Республики, вот в продаже, в сервисе, в продвижении на рынок, вот такого предмета, Словецкий Коностас. Тогда о нем еще не было издано вот ни этой публикации, тогда о нем были только такие печатные, машинопечатные материалы, но объект уже был достаточно звонкий. Чем он был звонкий? Тем, что благодаря усилиям группы вот этого собственника, или группы собственников там, как оказалось, об этом иконостасе уже знали тогда премьер правительства России, это Путин Владимир Владимирович, патриарх православной церкви московской, это Алексий тогда был. То есть этот объект уже получил некое звучание, что есть уникальный иконостас 16 века, с, вот он написан был там чуть ли не при жизни этого Савватия, Зосима и Савватия, и что этот иконостас, а там всего только 7 досок, подчеркиваю, не весь, он там вообще весь иконостас должен стоять из 15 досок, а осталось только 7. Была определенная надежда продать его в свое время, в 2004 году на выставке в Голландии, но там случился вот этот, как его, Норд-Ост, и Путин не приехал, а была такая позиция, что продать его во время приезда Путина в Голландию. Служен был, слушай, и голландские бизнесмены, там руководимые одним из российских иммигрантов, вот, собирали определенные деньги, средства, и его возраиль. Так вот, мы вошли вот в эту ситуацию, связанную по просьбе посла Украины, и познакомились с группой владельца, познакомились со всей историей, нам тогда было интересно, это тогда был наш один из первых опытов, как, каким образом, работать на рынке с объектами очень высокого уровня, вип-звучании. Ну, так получилось, что к этому объекту, естественно, имел отношение господин Швыдкой, вы можете найти в средствах массовых аргументах и фактах, в газетах, там, начиная от, там, голландских газет интервью, до, там, московского комсомольца, комсомольской правды, в интернете, я уже не говорю, огромное количество интервью. Вначале господин Швыдкой и господин Соколов, это другой министр культуры российский на то время, значит, они давали интервью о том, что это реликвия, ее нужно вернуть в Россию, это реликвия очень ценная для церкви, и вообще для нашего народа российского, и так далее, и так далее. Значит, у владельца сохранились все записи, у нас есть копии, все записи диалога, все записи интервью, и с теми посланниками, которые приезжали к нему, встречались там на каких-то площадках в Европе, значит, по поводу переговоров о форме возвращения этого иконостаса. Да, речь шла о его продаже, владелец хотел его продать, или группа владельца, за сумму 1,5-1,7 миллиона долларов. Когда мы провели оценку этого иконостаса, это уже было намного несколько позже, в 2004 году, по нашей системе оказалось, что этот иконостас не может стоить дешевле 5 миллионов долларов. Это наша система оценки ТЭС, об этом будет следующий цикл. Но смысл не в этом. Мы провели полностью изучение этого объекта. Стали заниматься с точки зрения экспертизы, особенностей каких-то экспертных заключений. И в это время получилось, что от господина Швыдкова приехал посланник, фамилия его окончается на букву ИИ, вот, наверное, он меня услышит. Сейчас он занимает определенный пост в системе Министерства культуры России, который подзад... Ну, он не знал, что записывает владелец все переговоры с кем-либо. Так вот, он сказал такую простую вещь, что, знаете, вот вы можете говорить о каких-то цифрах, там, 1,7 миллиона, 1,5. Мы вам дадим 300 тысяч, но вы кажете, что вы получили полтора, может быть, два миллиона и так далее. Это деньги не ваши. У нас зарплаты небольшие. И вот я вам передаю, вот, от элиты того истеблишмента культурного российского, что вот мы выкупим у вас этот иконостас, но вы озвучите сумму в большую, а получите вот денег столько. Ну, это прямым текстом говорю, как в свое время работали чиновники Российской Федерации по возврату культурных ценностей. Действительно, был создан фонд под соловецкий иконостас. Этот фонд собирал какие-то деньги. Вот, мы не знаем об этом. Когда мы подключились, была конфликтная ситуация с господином Швыдким, который потом, вот этот представитель, он сказал, который приезжал к собственнику, к одному из представителей группы собственников, там не один собственник, а несколько собственников. Вот, получилось так, что он сказал, что если вы не согласитесь на наши условия, мы объявим фальшивкой эту вещь. Но, как бы, собственник говорит, да как такое возможно? И вот тогда он начал консультироваться с нами. Говорит, а вот что же мне делать? Потому что вот от России приехали такие люди, они высокого уровня, передали мне информацию, чтобы я соглашался на те условия по соловецкому иконостасу, начали, бьет его фальшивкой. Ну, наш совет был категоричный и простой. На какие вот эти вот махинации не идти, потому что это большой криминал, который в первую очередь отразится на вас. А человек пожилой, и второй человек, собственник тоже пожилой, вот, я говорю, вам нужны проблемы там с налоговой, там, вообще с каким-то финансовым разборком, если вы вдруг на себя возьмете там полтора-два миллиона стоимость, да, а реально получите там столько-то, отчитываться будете, в том числе по налоговой своей страны, где вы являетесь резидентом, с двух миллионов. Нет, они отказались. Что дальше произошло? Господин Швыдков во всеуслышание объявил вот этот объект фальшивкой. Все, это фальшивкой было сказано, и средства массовой информации это растяжили. Но мы уже взялись за этот объект, мы уже стали его изучать, и мы были убеждены по тем документам, которые мы видели, и которые мы изучили, что вариантов, что он неподлинный, практически нет. Как мог объявить министр культуры со всей своей когортой, что вариант фальшивый, когда они не видели этот объект, а те эксперты Кремля, подчеркиваю, а к этому имел отношение также Гагарина, это директор музеев Кремля, вот, приезжали две эксперши, в свое время смотрели, только на старт в 2003 году, в хранилище в Голландии, у них никакого сомнения не вызвало. Потом, когда господин Швыдко вместе со своей компанией взялся за этот объект по возврату, ну, поскольку он зазвучал у Путина, зазвучал у патриарха, это, видимо, было какое-то негласное утверждение в Средствах Махстана, что надо вернуть эту реликвию. Вот, получилось так, что одна из эксперш вдруг умерла, ну, внезапно, ну, она пожилая, там случился какой-то этот самый, вот, а вторая, несмотря на то, что имеется ее письменное заключение о том, что это подлинник, что это оригинал, что все признаки соответствуют, что это иконостас именно Соловецкий, Соловецкого письма старой новгородской школе российской, вдруг она стала отказываться или избегать интервью в России. Это уже был 2005, 2006, 2004, 2005, 2006 года. И нам эта ситуация показалась странной. Что мы сделали? Мы в первую очередь стали говорить о приглашении на экспертизу, потому что этот экспертиз уже был передан нам в управление, нашей корпорации, и мы уже получили доступ непосредственно к самому объекту. Нам нужно было убедиться еще раз в очередной, что уже вышла вот эта потом книжечка про Соловецкий иконостас, да, написана она одним из владельцев была, она немножко очень сильно разъяснила ситуацию с точки зрения особенностей экспертизы, и мы стали приглашать экспертов разного уровня, естественно, за свой счет. Мы пригласили экспертов Соединенных Штатов Америки, экспертов, которые относились к специалистам, знающим стиле, особенности письма, старообрядцев. Это профессора определенных университетов. А дальше мы собрали комиссию. Мы собрали достаточно авторитетную комиссию, базирующуюся на специалистах, которые работают в области иконописи. Эта комиссия приехала в то место, где мы предоставили возможность физического общения с иконостасом. Мы предоставили возможность работы с материаловедами, и комиссия работала три дня. Дальше результаты работы этой комиссии мы опубликовали, мы сделали несколько видеофильмов и даже передали в National Geographic один из сюжетов по этому иконостасу. Он прошел по этому каналу. Так вот, мы публично далее сделали выставку. Это уже 2007 год. Вот четыре года мы занимались этим объектом. Мы занимались тем, чтобы публично доказать, что господин Швыдкой и все Министерство культуры Российской Федерации, которое на то время в унисон следовало за своим лидером, говоря, что за двумя там Соколов и Швыдкой, значит, что они объявляли все чиновники, что это подделка, фальшивка и так далее. Вот, даже, ну, тогда была зампредставитель Госдумы госпожа Слиска. Вот, я с ней общался, там она пыталась возвращать этот иконостас, вот, собрала какой-то фонд. Но смысл какой? Мы уже пошли своим путем. Вопреки, и мы доказали публично, что господин Швыдкой и вся эта компания, они не правы, с точки зрения научной экспертизы этого объекта. Я привел этот пример для того, чтобы показать как индикатор, что мнение чиновника очень хорошо, мнение ответственного чиновника, находящегося на высшем посту, тоже очень хорошо, но оно должно быть подкреплено чем-то, не просто какие-то интересы личные или какие-то там интересы, связанные с какими-то своими схемами, далекие от этики, далекие от науки и далекие от закона, нужно реализовывать. Я считаю, что материальная культура это та сфера, которая составляет основу нации. Так вот, мы вернули этот иконостас в Российскую Федерацию. Да, мы его продали одной из структур Газпрома за 5 миллионов долларов. Именно по оценке ТЭС, это вы увидите на нашем сайте, это, я считаю, наша колоссальная победа, выигрыш с точки зрения тех моментов, когда мы выступаем со стороны науки, закона, со стороны логики, невзирая на то, какого уровня наш оппонент. Так вот, здесь я еще сделаю маленькую ремарку. Собственнику вот этот объект достался за две бутылки водки. То есть, вот стоимость двух бутылок водки и 5 миллионов, что этот иконостас реализован, с уплатой налогов, там вся группа собственников, там получилась череда сделок, не одна сделка, это прошло целую череду сделок. На самом деле, этот объект, на наш взгляд, стоит намного больше, намного больше, чем эта сумма. Ну, не говоря уже о том, что это объект уникальный для Российской Федерации. Но мы его вернули. Вот, вопреки всем желаниям мафии на этом нажиться, получить некорректную, там, неналогооблагаемую, скрытую прибыль, запустить на нас такие, как я называю, бульдозер-репрессивно-государственные машины, попытаться обвинить в том, что мы будем вообще выброшены за рынок. Вот я не случайно привел пример со Швыдким, потому что именно он сейчас тоже вместе с Петровским, там, и со всеми другими, руководит культурой России. Вот. Ну, раз тут они руководят, вот простой пример, будьте добры, покажите там стандарт маркировки, стандарт оценки, стандарт паспорта, документа о собственности. Покажите, что, каким образом здесь происходит аудит культурных ценностей. Не списание вот этих громадных сумм, там, за аудит, который делает счетная палата, по непонятно каким методикам, инструктивным документам. Сделайте элементарную маркировку. У нас есть система маркировки очень дешевая. Не нужно там дорогостоящую какую-то аппаратуру, но не об этом речь идет. Речь идет о том, что население, народ, этнос и нация Российской Федерации теряет, имея вот таких руководителей. Сейчас я перейду, да, еще один маленький сюжет, сейчас я к нему перейду, прежде чем перейти к фальшакам. А вот кто же на вот этом вот мафиозно-хаосном рынке хорошо себя чувствует, вольготно? И почему вдруг чиновники, особенно Российской Федерации, Украины, вдруг им потакают? Вот я, опять же, зачитаю только большой индикатор, на самом деле, чтобы перейти плавно от вот этой темы, в речь идет вообще о мафии, о криминале, о неэтических, антинациональных, антигосударственных, антиналоговых операциях с культурными ценностями. Кто же себя хорошо чувствует? А вот, опять же, приведу пример с господином Швыдким. Значит, я был в 2006 году вместе со своими коллегами значит, на выставке, тогда это был музей сейчас это филиал Государственного исторического музея, бывший музей революции, там проходила биеннале современного искусства под патронажем господина Швыдкова, непосредственно, он был инициатором этого, первое биеннале, так называемое, современного искусства. Ну, слово биеннале, это отдельный разговор, вообще вот этот весь маразм наукообразный, когда непонятными терминами забивают головы населению, там, и когда всякие там, не знаю, руководители большого уровня, ну, это в первую очередь, например, в России, тогда это организовал господин Марат Гельман, вот, курировал его господин Швыдкой, вообще это идет там от музея Гугенхайма и так далее. Ну, в Украине это господин Пинчук, вот когда вот такими вот эпитетами, открывая выставки, да, вот я сейчас еще раз их зачитаю, значит, они достаточно такие для людей, это про современное искусство, то есть я хорошо, я думаю, что сексуальность, это есть наилучший способ передачи трансцендентальности, это выставка в Пинчук-арт-центре, вот где вот этот вот, я уже показывал сюжет современного искусства, делать какашки всякие, вот где здесь такие очень нелицеприятные вот эти вот сцены, фотографии, инсталляции, вот они почему-то вдруг курировались в свое время господином Швыдким, он дал Марату Гельману такую зеленую улицу для пропаганды современного искусства и вот этой вот всей инсталляции от этих всех безобразий. Швыдко тогда в интервью сказал, что да, я вот ответственный чиновник, но как человек, который любит почему-то классическую живопись, он там сказал прям, я люблю Шишкина, люблю классику, но я должен давать дорогу и в том числе вот тем, что я даже не люблю. Я чиновник, я должен хорошо относиться к этому. Это очень хорошая была уловка, хорошее объяснение для несведущих масс, потому что на самом деле вот здесь искусства нету, это предметы творчества, причем творчество со знаком минус. О каком искусстве может идти речь об этом в наших следующих интервью, потому что нужно четко научиться по науке и по праву разбирать, что из себя представляет предмет искусства, что из себя представляет предмет творчества, что из себя представляет предмет антиквариата и так далее, и так далее. Вот четко дальше, что такое эстетика, когда говорят об искусстве, это эстетика. Эстетика это красота, но сейчас говорят современное искусство. Какое искусство? Искусство это эстетика, это опять же позитив, а вот это вот, это безобразие, это, как говорят, контемпорариат, противоположное искусство. Да не может быть красота равноценно безобразие. То есть или вы используете термин красота, говоря юридическим языком, или однозначно юристом, или вы используете безобразие. Вот эти два направления, они на сегодняшний день представлены очень хорошо в современном искусстве. Вот эти такие деятели, которые возглавляют культуру, они почему-то очень хорошо привечены президентами, или там всеми лидерами тех или иных государств. И вот это вот антиискусство, или как они сами называют, контемпорариат, противоположное искусство, получает зеленую улицу, вот во всем этом хаосе материальной культуры. Почему это происходит? Я сейчас зачитаю не свои слова, а зачитаю слова одного из участников этого рынка. Это господин Сергей Паярков. Вот его книга такая, вот его портрет. Книг на самом деле этих много, я их все пытаюсь покупать, изучать, потому что нужно знать все аспекты, все тенденции. Вот я зачитаю очень хорошие цитаты, которые говорят о том, что же на самом деле из себя представляет современное искусство, и почему оно вдруг получает кураторство. Ну вот, читаю. Если вы читали сказку Андерсона о голом короле, новое платье короля, так сказка называется, то имели возможность узнать, что убеждаемы не только идиоты, а и на всякого мудреца довольно простоты. В реальной жизни психологи провели эксперимент. Десяти людям показывали маленький круглый белый предмет и просили его описать. Девять первых человек были актерами и описывали предмет как большой, прямоугольный и черный. Десятым каждый раз был обычный человек. Он выслушивал весь этот бред, бледнел, потел, кряхтел, но когда до него доходила очередь, нес ту же околесицу, заикаясь и нервно ломая пальцы. А когда ученые спрашивали его, какого ж рожна он называл круглое прямоугольным, маленькое массивным, а белое черным, он отводил глаза и не мог ничего вразумительного сказать. В упомянутой сказке Андерсена два мошенника шили из воздуха костюм короля. Главное было заранее всех предупредить, что, мол, дураки волшебную ткань не увидят, и им король покажется голым, а умные увидят новый наряд во всей красе. И вся свита, видя голый живот, его величество, наперебой хвалила покрой, расцветку и богатство отделки нового платья короля. Суть старой сказки и реального научного эксперимента в том, что человек готов действовать вопреки здоровому смыслу и собственным чувствам, лишь бы публично не прослыть дураком. Короли модернизма частенько голые, и не просто голые, они старые, бородавчатые, давно не мытые, лысые, заскоружлые и ожиревшие. Вопрос времени, когда возглас мальчика из толпы, а король-то голый, сдетонирует бомбу. Считайте, что вот сейчас вы слышите один из этих возгласов в моем лице. Потому что невозможно смотреть на эту мазню, или на эту, не знаю, вот посмотрите, что предлагает так называемый художник Пинчук Арцентра, куратор, или один из этих самых. Вот посмотрите, можно ли вот это вообще признать как искусство? Вот это вот отвратительная фотография автора, израильтянина Бориса Михайлова, который, наверное, в своей исторической родине не может вот такое показать. Его сразу там, наверное, объявят или закроют эту выставку. А вот в Украине, в России, вот это, в Европе, пожалуйста, посмотрите. Вот это вот извращение можно совершенно спокойно говорить, выдавать за искусство. Голый король абсолютно. Мы сейчас к этому отдельно вернемся, я тут немножко заживаю, но я хочу дочитать. Так вот, получается о том, это продолжим. Тут сейчас я... Спросите у ребенка, это дальше продолжает господин Паярко. Почему он не смог нарисовать домики прямыми линиями, а человека, похожего на человека, а деревья так, как ему захотелось бы? Он честно ответит. Я так умею. Я не умею рисовать лучше. Взрослый же жулик на его месте соврет вам в глаза. Я так вижу. Ну а так, как вам еще нравятся оточенные, в кавычках, тонкие мастерски выполненные глубоко философские полотна знаменитостей, неотличимые от детских рисунков? Если вам не жалко еще трех минут, то я вам расскажу дальше, как мы дошли до такой жизни. Это... Дальше продолжаю. Это очень интересно. Очень краткая, но почти полная история того, что действительно стоит дорого, но лучше от этого не становится. Когда люди еще жили в пещерах, они изо всех сил старались рисовать покрасивее. Художники античности практически достигли совершенства в исполнительном искусстве. Именно у них подхватили эстафету мастера возрождения. Собственно, 19 веков нашего времени все старались рисовать красиво. Искусство исполнительское дошло до высшей точки и было довольно приятной и красивой вещью. Пока в конце 19 века не обнаружилась великолепная новая струя хулиганствующих и поначалу даже симпатичных бунтарей, а в начале 20 века не появилась туча экспертов, для которых стало совершенно неприемлемо, когда зритель сам решает, что ему нравится, то есть мы с вами. Если Библия не врет, то именно благодаря экспертам распяли Христа. Причем эксперты отправили на костеры Джорджана Бруно, ну эксперты в кавычках пишут. Так что в последовательности им не откажешь. На содержании у американского правительства были тысячи экспертов-саветологов. Ни один не предсказывал развала СССР, пока тот не развалился. В общем, своя голова на плечах самое дорогое. Если люди массово начнут ею пользоваться, то целая эскверта экспертов, так называемых, будет вынуждена искать работу. Это нам с вами обращение такое. Некоторым экспертам, в кавычках, необходимо такое искусство, когда зритель, глядя на картину, не понимает нифига. И ему с помощью астролога хиромантической, искусствоведческой терминологии объясняют, что все это значит. И как это новое платье короля престижно. И как оно значимо для него, для его развития. Высокое искусство может быть и уродливым, и скучным. Может вообще искусством не быть. Это так называемое современное высокое искусство. Естественно, это не классика. Но главное, оно должно приносить доход дилеру. И должно приносить доход тем, кто стоит за кадром. Если вложить миллиарды в раскрутку бессмысленных каракулей и вбивать в головы, что это круче Тицианой, и, мол, только жалким тупицам это не ясно, то лишь самые психологически стойкие, кое их меченство, в это не поверят. По мнению дилеров, экспертов и куратов модернизма, низкое источниство там, где они не нужны. Вот вдумайтесь внимательно в эту фразу. Ну, в общем, я сейчас не буду дальше зачитывать вот этот бестселлер. Вот это действительно бесценная книжка с точки зрения той информации, которую сам господин Паярков, как участник вот этого всего, всей этой модернистской вакханалии современного искусства, мы в своих работах неоднократно обращали внимание на все эти факты. Я сейчас хочу еще коснуться нескольких моментов. Почему? Потому что это все относится к нашей теме, к дискуссии, к рынку, к участникам рынка, и как вот этот вот тип творчества, это не искусство, подчеркиваю, нельзя называть это искусством, это вид творчества, причем со знаком минус, колоссальным знаком минус, который убивает настоящую культуру, которая приводит к деградации поколений, которое так называемое воспитание, в кавычках, школьников, которые посещают толпами и вынуждены приходить по целой серии спущенных указивок с Министерства образования, с Министерства культуры, посещать те или иные биеннали или выставки. Вот. Они, к сожалению, начинают впитывать как губки. А учителя, будучи зомбированы, ну даже министрами культуры, что ли, я не говорю там про Швыдкова, не говорю там про министров культуры Украины, целые плеяду, которые сами участвовали, приходили вот на все эти вот выставки, вот эти вот билиберды всей. И автоматически эта часть предметов творчества все больше и больше наполняет рынок. Вот я сейчас еще вернусь, да что там, почему только министр культуры. Например, Кличко, большой человек, боксер, но он приходит тоже на выставки Пинчука, как он говорит, своего друга, и посещает вот эти уродливые какашки все. Он говорит, я ничего в этом не понимаю, но я пришел посмотреть, вот потому что меня пригласили. Вот вся вот эта тусовка, так называемая богема, она молчит, она приходит, удивляется, смеется, но в кадрах и в телевидении, в средствах массовой информации показывают, как там, не знаю, там различные вице-премьеры, там министры и другие люди, которые являются там звездами, эстрады, там, которые могут за собой повести людей, молодежь особенно. Вот я говорил, Кличко, вот если Кличко посетил там выставку этого Херста, то автоматически огромное количество поклонников, мальчишек будут говорить, ну если Кличко пришел, посмотрел, то значит в этом что-то есть. Вот это самая главная потеря современного воспитания молодежи, но за этим за всем стоят, к сожалению, громадные деньги, мошенники, и мы с вами должны поставить, научиться поставить заслон вот этому всему проявлению в сфере материальной культуры, потому что это материальная культура. Что дальше происходит? Я забегу вперед, потому что я дальше хочу рассказать немножко про науку. Получается так, что вот это произведение, даже если это билиберда, оно, перейдя каким-то образом в какое-то хранилище, музейное, в фонды, оно имеет определенную, соответствующую документную передачу, документа производства, и с течением времени, допустим, исторического, ну для России почему-то это 50 лет, для Европы это 100, я забегу вперед в так называемую историческую цену. Что такое историческое? Это определенный период времени, который отражает тот или иной пласт жизни, деятельности человека. Так вот, получается, что вот эта какашка, пройдя исторический фильтр, или пройдя какой-то период времени, как, например, произведение так называемое Радко в Америке, они становятся уже исторически значимым предметом. Это наши истории будут говорить, или сейчас, как говорят американцы, от наркотиков передозировки, этот Радко, этот вот мазню, который там рисовал, пять из музеев современного искусства в Америке, заполненными полотнами, там, пятиметровыми, где там то черная полоса, то желтая какой-то, не знаю, там, это самое, как его, просто желтый, холд желтый, там, несколько, ну я вам покажу, если будет желание посмотреть это. Вот, так вот, это уже история, история конкретно американского общества в тот момент. Ну, кто ее навязывает? Ее навязывают вот эти вот мошенники, те люди, которые мошенники в науке, мошенники в бизнесе. Почему в бизнесе мошенники? Потому что, как вы знаете, вот, грамотно сказал господин Паярков, это налоги, потому что, когда нет стандарта оценки, и когда можно списать в счет, естественно, налогоплательщиков, нас с вами, огромные суммы, в счет дара современному музею, да, вот там, вот этого акула в формолине 16 миллионов раз и списали, вот, вот это колоссальный обман, это колоссальное преступление. Получается, что мы с вами, то есть, вот, ученый мир, к сожалению, находясь уже в 21 веке, да, то есть, он не может предоставить заслон почему-то. Так вот, мы как раз та группа, которая шаг за шагом стала разбираться во всех нюансах, связанных с искусствоведением, почему безобразное выдается за красивое, каким образом наше общество пропускает вот эту нишу. И, анализируя всю особенности кругооборота, особенности операций с предметами материальной культуры, мы, естественно, не можем не затронуть тему современного, так называемого, искусства, хотя это не искусство, подчеркиваю, они сами называют это, это контемпорер, то есть, это вот это безобразное. Мы называем это четко научной категорией, это предметы творчества со знаком минус, подчеркиваю, это не искусство, потому что искусство это красота, красота в обществе пока еще гармонизирована, пока еще есть в обществе математика, математика это логика. Кстати, почему человек начал, вот такое общество у нас создавалось, потому что был всплеск определенный в конце 19 века, и очень четко пошла во многих странах, особенно, конечно, в Европе, в Америке, значит, стали развиваться дисциплины, которые связаны с логикой, и вообще преподавалась системная логика, а потом почему-то, ну не почему-то, это целая, опять же, тенденция определенных людей, когда логику отменили, отменили преподавание логики, отменили системную логику, потому что логика это умение анализировать первопричину, анализировать ход развития того или иного события или фактологию, и делать выводы на том или ином и так, но никто из нас там не будет ударяться головой там, почему, ну это нелогично, это больно и так далее, а вот почему-то в современном искусстве мы с вами пропускаем, мы с вами ударяемся не то что головой, мы падаем в колоссальную пропасть, потому что предметами, как дальше происходит развитие на этом рынке, опять же, забегая вперед, я скажу, а происходит оно следующим образом, когда, например, художника, или так называемого современного мастера, вот сейчас об этом пойдет речь, его, вот с его вот этими вот произведениями искусства, непонятного, непонятного там содержания, или откровенно пошлого содержания, да, вот, его вдруг силу, например, кураторства господина Швыдкин, или кураторства там, не знаю, министром культуры Украины, или любой другой страны, которая относится к этому толерантно, что ли, или несистемно, ненаучно, вот эти вот картинки, вот типа, видите, вот это вот, мальчик, держащий в руках свою гениталию, из которых там вылетает вот эта сперма пластиковая, вот, вот это вот произведение искусства называется, конечно, его искусством назвать вообще нельзя, это пошлое, отвратительное предмет творчества, который, ну, наверное, понятен только тем, и в лучшем случае это смех для взрослого, вот, но никак это не произведение, или вот та же кукла, тоже, которую распропагандировали на всех глянцевых журналах во время выставки, она объехала там целую кучу стран. Так вот, получается, что вот такого вот мастера, вот, я сейчас приведу конкретно, и очень показательный пример для Украины, это шикарный журнал, его вдруг произведение ставят в шикарном зале, например, это Москва, Красная площадь, дом 1, да, музей, филиал Государственного исторического музея, ставят вместе с шедеврами, или, например, там, художника какого-то, там, Ройтбурда украинского, Чичкана, там, Савадова и так далее, всю плеяду, которую воспитывал господин Пинчук, многие годы, вот эти вот, с момента развала или становления Украины, развала Советского Союза, воспитали быстро очень эту плеяду, вот этих так называемых мастеров, вот о них сейчас я немножко два слова скажу, они ставят свои произведения искусства, естественно, раскручивая их до нельзя, как можно больше в средствах массовой информации, привлекая персон, там, звезд и так далее, к открытию этих выставок, вместе с классикой, с Роденом, с Ренуаром, там, с Айвазовским, с огромным количеством тех предметов и тех авторов, которые действительно являются корифеями, которые соответствуют всему понятию, не только искусства, высочайшего искусства, они вдруг поступают благодаря чиновникам Минкульта, получают возможность с ними вместе выставляться в одном и том же площадке, в одном и том же центре, в одном и том же музее, и таким образом для несведущего человека, для масс, получается ассоциация, что вот Роден, или там, Давинчи, или там Джаконда, она фигурирует в одном ряду, вот с этими, так называемыми, предметами творчества, с однаками, с глаузурой. Что такое глаузура? Это тоже, опять же, очень интересный термин, который имеет следующее понимание. Это незаконченное произведение автора, понятное только ему самому. Вот эту глаузуру, которая, ну, не знаю, там, за три секунды рисует, так называемый этот художник современного узкота, и еще дальше. Я сейчас приведу дальше пример. Но сейчас, так вот, получается, что мы с вами не можем поставить заслон, отделить зерна от плевел, только потому, что искусствоведы, юристы, чиновники не имеют никаких объяснительных научных механизмов, для того, чтобы поставить этому фильтр или заслон. Мы четко говорим, что такой фильтр существует. Иначе это будет потеря нашего с вами потомства, наших с вами детей и внуков, которые уже сейчас начинают сомневаться в том, что вообще, что такое искусство. Как можно искусством называть, глядя там на большой словарь, там, современный, иностранных слов, где искусство, это в том числе и безобразное. Это чушь полнейшая, этому нужно поставить колоссальный заслон. Это потеря нашей национальной самоидентичности. Это потеря, это предательство наших предков, которые говорят, что ну вот это вот произведение искусства, настоящее произведение, от которым мастер работал там несколько месяцев. Он выписывал, делал гармонично, он делал приятное для функциональных особенностей, для быта. И в то же время поставьте рядом вот это вот извращение или какую-то какашку там, или таблетки этого херста, которые раскручены благодаря там пинчукам, Абрамовичам и прочим олигархам, да, они раскручены благодаря, опять же, Швыдким и другим там его коллегам министерского уровня, раскручено это на миллиарды долларов. На самом деле они ничего не стоят. Это вообще, это гарбич. Так вот я сейчас хочу рассказать. Вот такой написан, видите, очень хороший журнал. Он дорогостоящий. Этот журнал там стоит долларов, наверное, 300. Вот такой переплет, называется Чаша Грааля. Да, вот очень интересный. Шикарное издание тут с этими медными вклепками. Вот здесь для любого человека, естественно, там, ну, представь себе, это взял там человек там из сельской местности, из какого-то пригорода, который пришел там к учительнице истории искусствования, она, конечно же, скажет, ну, это супер у тебя издание. Это я говорю про свое, например, детство, когда вы обучались не только по учебникам, но пытались найти там, ну, в то время в Советском Союзе там журнал, там, Курьер такой был, там, еще разные журналы, которые достойны действительно уважения в сознании моего поколения. Так вот, вот здесь пропагандируется вот это вот все современное искусство. Я тут не буду показывать, ну, вот там эти самые, черепа, вот таблетки, вот эти вот, херсты вот эти, вот они разложены. Вот это стоит миллионы долларов. Вот задумайтесь. Мы сейчас говорим с вами о сфере материальной культуры. Вот эти разложенные таблетки или вот эти вот, ну, не знаю, тут еще есть вот эти, вот это вот произведение. Видите, вот это тоже произведение искусства. Не знаю, там, обои в туалете, наверное, ну, как-то будут симпатичнее выглядывать, на мой взгляд, чем вот это вот произведение искусства. Понятно, что за этим стоят определенные люди. Ну, я уже сказал, что за этим стоят большие деньги, потому что в отсутствие методики оценки, в отсутствие механизма определения научного ценообразования на тот или иной предмет, можно втюхивать государственным структурам на государственные деньги, получать деньги от нас с вами, от налогоплательщиков, громадные деньги, и списывать налоги. Ну, как, например, действует господин Пинчук, например, в Украине. Да, вот он продал свой металл, у него фирма управляющая в Лондоне, и вот этот металл, который должен быть учет с точки зрения налогообложения на миллионные суммы, он дарит акулу Херста. Почему он раскручивает вот этих Чичканов, там, Херстов? Потому что вот эта мазня, написанная за три минуты, она стоит, ну, не знаю, там, даже, не знаю, ну, вообще, ну, лично мне, я даже посмотреть жалко. Не говоря уже о том, что за это платятся какие-то кем-то там деньги, специальные деньги. Так вот, подарив музею современного искусства предмет, который прошел выставку, ну, в центральном зале, в центре города Киева, с участием средств массовой информации, министра культуры, вице-премьеров, и других членов правительства, которые просто посетили эту выставку, естественно, там пишется ценник, там, в десятки миллионов долларов. Ему это выгодно, вот эти вот акулы формалини, херста привлекать. И получается, что он списал налоги у себя в Англии на сто-сто двадцать миллионов долларов. Вот в чем суть конкретно раскрутки предметов материальной культуры вот такого типа, инсталляций. Я сейчас еще зачитаю, вот непосредственно, кто такие участники. Вот я зачитываю биографию Илья Аркадьевич Чичкан. Родился в Киеве в семье художников в 1967 году. Интересно, что папу Аркадия все поныне называют Аркашем, так же, как Илью, Илюша или Чича. Есть ли в их семье что-то инфантильно-беспомощное и детски-талантливое одновременно? Портвейн и сухонькое оказались их самыми главными учителями. Внимательно слушайте, да, вот этот художник, который считается топ-левел сейчас, верхняя позиция. Вот. Илюша рос в настоящем притоне возле оперного, там, где сейчас галерея какая-то расположена. Пьяные художники братались с ворами и проститутками. Редкими развлечениями были ночные милицейские облавы. Букварем Илюше служили машинописные копии Камасутры, Кастанеды, и, конечно, под портвейн или венцо. Вот это пишется в глянцевом журнале характеристика вот этого так называемого современного мастера в кавычках. Будущий художник Илья Чичкан получал довольно правильное воспитание, но он не читал в книжках о жизни великих людей. Жизнь, наоборот, текла через него рекой. Опять почти полные параллели с его английским коллегой Демианом Херстом. Тоже состоял, тоже привлекался и был даже пару раз судим за кражу. Вот вам характеристика человека, который пишет вот эту билиберду, который пропагандирует сцены разврата, насилия, насилия. Я не знаю, что еще по законодательству Российской Федерации, Украины, по целому ряду стран, которые говорят о том, что нельзя переходить определенную грань с точки зрения пропаганды, популяризма, рекламы, того, что находится за определенной чертой каких-то национальных, этнических и еще до огромного количества признаков, под которые подпадают вот эти произведения. Например, там афроамериканцев ассоциируются почему-то с обезьянами и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что полностью пошлятина с точки зрения женских раскрытых половых органов. Вы знаете, есть даже целая серия таких выставок современного искусства, как «Говорящая вагина», где гениталии в форме женского полового, вернее, женские гениталии, значит, открывают вам вход и практически конвоируют и там рассказывают о целых интересных с точки зрения в кавычках случаев, которые назвать с точки зрения нормальной психики невозможно. Это все предметы материальной культуры. Почему об этом идет речь? Потому что мы не можем обойти вот эту тему стороной, это колоссальные деньги, это колоссальная подмена исторически ценных предметов для каждой нации, это колоссальное заблуждение, более того, мошенническое развитие и повышение статуса тем специалистам, так называемых, с дипломом, которые получили образование и которые вынуждены за деньги вынуждены в силу уже устоявшихся каких-то не знаю мошеннических операций курируемых и поддерживаемых чиновниками министерства культуры тех или иных стран проводить вот эту свою антинаучную антикультурную деятельность, возведя ее в ранг уже нормы для нашего общества, нашего с вами общества так вот вот я скажу что творится например в Вильнюсе вот я взял заметку называется она хлам флюксус продолжает высасывать деньги из Вильнюса я не буду долго тут заглядать но вот я зачитаю вот две фотографии здесь висят банки трехлитровые с окурками здесь же лежит какая-то там это самое плюшевая или там на битом кирпиче керамики просто статуэтка как вернее этот самый игрушка плюшевая вот вот это говорится о том что вот это искусство занимает на центральной площадке столицы Литвы вот искусство хореограф Денис Калмыцкий которого полиция застала в момент развратной оргии с другим мужчинам набросал земли и цветочков в трехлитровые банки и перед миром предстали висящие шаги висящие сады пардон вот так вот дальше теперь я читаю дальше искусствовед Ювита Миссиавичути взявшая себе имя Агата Исабель в центре визуальных искусств уложила на кучу земли игрушечную овечку так родилось поле сознания обложенное керамической стружкой вот дальше обошедшая почти 12,5 миллионов литов коллекция хлама который не успел уничтожить американец его имя именуемое сейчас экспонатами современного искусства с каждым годом высасывает все больше денег из бюджета столичного самоуправления вот там конкретно факт того как безграмотность и преступное преступное содействие чиновников вот этим мошенникам отражается на населении в то же время вот этой маленькой Литве деньги платить нечем пенсионеру там есть какие-то социальные трудности с детскими домами нет денег для поддержки должного уровня реставрационных центров которые реставрируют действительно поистине национальные шедевры так вот вам образец как вот эта вся сфера материальной культуры отражается на конкретной стране на нашем сознании на формировании у подрастающих поколениях своего какого-то культурного образовательного уровня почему такое происходит а вот теперь наложите такой фон я постараюсь немного об этом говорить но тем менее не имею права это не сказать допустим есть кураторы поддержанные там господином Швыдким обласканные вовсю министром культуры в прошлом который был инициатором всех этих Биеннале Марата Гельмана даже в Перми там какой-то центр они создали большой который абсолютно не понял вот дальше чиновнику который распропагандировал как вот в Литве вот этот хлам вручает какую-то награду он становится заслуженным деятелем искусств простите это уже становится личностью которая вносит свой так называемый вклад в кавычках да формирование национального сознания дальше что вот теперь посмотрите вот такую вот заметочку значит вот я сейчас ее посмотрите вот это реклама там семечек или пиву там каких-то креветок и так далее что здесь вот нарисовано здесь нарисовано череп молодого человека где футбол пиво сиськи вот видите что наше общество или что позволяет или каким образом человека формировать свое мышление да то есть это сиськи пиво футбол зрелище удовольствие и там какие-то гормональные эмоции связанные с противоположным полом это еще хорошо что так сказать это не другой там ориентации и наложите вот на это на все вот эти вот вот эти вот так называемые предметы искусства конечно же вот это искусством не является да вот это вот все уложите что в итоге мы получим какое поколение кем воспитанное и каким образом они будут сохранять те традиции перешедшие нам от предметы как они будут защищать культурное наследие да никак абсолютно это люди которые могут сказать что искусство это вот какашки херста или там акулы формалини а вот это все ну это хлам вот нам нужно не допустить такого перехода сферы материальной культуры в сознание наших детей в сознание наше с вами даже несмотря на то что министры культуры члены правительства или там высшие лидеры каких-либо партий не обладающие должным уровнем научных знаний не соответствующие никаким правовым актам будут продвигать вот такую такую сферу материальной культуры как современное искусство в том выражении в котором я только что привел для этого существуют методические подходы для этого существует все-таки наука для этого существует юриспруденция и вот сейчас я перейду к следующему ответу для этого существует мы с вами для этого существуют инвесторы для этого существуют люди которые заработали какой-то капитал они тоже являются Это члены нашего общества, которые обладают тем потенциалом, которые могут противостоять всем мошенническим действиям с предметами действительно настоящего искусства, с предметами творчества, с антиквариатом. Ну, я сейчас почему к этому вопросу перейду, потому что вот только что я зачитал господина Паяркова, усилия огромной массы так называемых, я не могу сказать, но это в целом это криминал, это большой криминал с большим, на мой взгляд, с таким плохим потенциалом, ну, заправляют этим, естественно, мировые олигархи, такие как Сорос. Вот он направил мысли кураторов, мысли чиновников в свое время после развала Союза в русло вот этого современного хлама, билиберды, в то, чтобы размыть грань, где же настоящее искусство, где настоящие предметы, которые обладают исторической, культурной, этнографической, научной значимости, а где откровенные окурки, пошлятина, извращенные какие-то сцены. Вот почему это я говорю? Если мы возьмем, вот я возьму сейчас, нарисую такую схему, допустим, вот это вот у нас так называемые такие весы условные, да? Вот на этих весах есть чаша, где находится вот такой капитал в виде инвесторов, да, вот это все инвесторы, большие, малые, которые хотят вложить в искусство или в предметы коллекционирования, хотят защитить свой капитал, хотят увеличить какие-то свои активы. Так вот, получается, что на другой чаше весов находятся все предметы коллекционирования, которые в силу отсутствия тех инструментариев, нет оценки, не существует системы учета, не существует понятийного аппарата. Говорят о том, что доля вот этих произведений, постоянно увеличивающихся так называемого хлама или современного искусства, с ценниками в миллионы, она постоянно возрастает и становится все больше, 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 больше. А доля истинных ценностей или тех ценностей, которые имеют традиции, которые произведены или созданы величайшими мастерами, они теряются, они деформируются, они крадутся и они уменьшаются. Их становится все меньше, 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 меньше с каждым годом. При наличии так называемых кураторств института, который возглавляет вот эти вот все олигархи и покровительствуют им чиновники высокого ранга, происходит дезориентация вот этой группы инвесторов, вот этой группы инвесторов, больших, малых, которых уговаривают вкладывать деньги вот в эту хлам, или в окурки, или в таблетки херстов, в окуров эти формалины и так далее, в произведения вообще безобразного с точки зрения, вот рисуют то, что рисует Чичкан там, в скафандрах на фоне Чернобыля, это лучшая одна из его картин, значит, происходит половой акт. Но эти отвратительные произведения сейчас в силу рекламы, в силу самоустранения чиновников Министерства культуры, они завоевывают все больше и больше умы тех инвесторов и они покупаются. Так вот, что дальше происходит? Дальше происходит то, что человек, который приобрел так называемый, условно говоря, черный квадрат маляра Малевича, который, ну не знаю, даже дуалет, наверное, выкрашивать никто не будет, черный цвет, да? Есть такой прекрасный анекдот, что сторож дяди Вася в очередной раз спас репутацию музея, успев за пять минут до открытия нарисовать вновь украденный ранее черный квадрат Малевича. Так вот, получается таким образом, что человек, приобретший, инвестор, только человек заработал капитал, он обращается на рынок и говорит, да, вот то, что антиквариаты или произведения какие-то Айвазовского, еще их сложно достать, они там непонятные, очень много обмана, непонятная экспертиза. А вот ты купил лучше вот черный квадрат Малевича, либо таблетки Херста, да, вот они уже прошли там выставку в Пинчук арт-центр, или там в галерее Гельмана, или на Красной площади под руководством Швыдкова, там они прошли какую-то там рекламу и так далее. Посмотри, это произведение сходит. Человек его покупает, через какое-то время он развивается, там зарабатывает, больше начинает думать, а что же он купил. Он показывает это одному там гостю в своем особняке, другому гостю, тот наконец-то говорит, слушай, а что это такое вообще? Вот я смотрю, мне кажется, что вот это, ну такой мрак, такой бред. И человек начинает понимать, когда он захочет продать, наступает та картина, которую я зачитал словами Паяркова. Невозможно их продать, и человек становится вынужденным пропагандировать вот эту билиберду, потому что он ее купил, она у него есть, он потратил громадные деньги. Он не может ее брать, ему нужно найти другого лоха или другого идиота, который позарится в силу рекламы, в силу еще чего-то, и приобретет этот шедевр, возместив ему убытки. Именно такая ситуация произошла в 2006 году с коллекцией современного искусства и коллекцией модернистов, купленной арабскими шейками в Швейцарии. Ее попытались замять всеми способами, с тем, чтобы не вынести. Потому что они приобрели, они обратились в какой-то инвестфонд в свое время, который был очень раскручен в 90-х годах, при одном очень известном аукционе первой тройки. Вот, этот инвестфонд посоветовал купить вот эти произведения, там, Шагала, Пикассо, Закорючки, вот эти все, там, и так далее, и всех современных, там, целую группу художников. Шейхи купили это, вложили деньги, через какое-то время они захотели их вернуть. Вот тут они попали. Они не стали молчать, и разразился определенный скандал, который попытались всеми силами потушить. Как-то его там потушили, потому что к этому уже были привлечены люди с большими фамилиями и так далее, и так далее. Так вот, мы говорим четко. Для того, чтобы говорить о какой-то инвестиционной привлекательности объекта, в первую очередь должна сказать наука, логика, естественно, должно сказать сам клиент, нравится или не нравится. Это отдельный разговор. Сейчас я в этом сюжете говорю про мафию, говорю про криминал в сфере материальной культуры. Про инвестиционные какие-то моменты мы будем говорить в отдельных репортажах. Мы расскажем, что, на наш взгляд, является наивысшим инвестиционным рейтингом, какие предметы. Сейчас я возвращаюсь к мафии. Вот неужели мы с вами допускаем до сих пор того, что чиновники неграмотные, профессионально непригодные, которые пропагандируют вот этот вот, не знаю, современный хлам, мы позволяем с вами использовать государственные деньги, наших деньги, которых абсолютно не хватает ни на пенсии, ни на школы, ни на достаточно развитие. А вот на этот хлам, на пропаганду того, что мы теряем в предметах традиционных, в предметах настоящего искусства. Получается, что мы с вами сами же обкрадываем сами себя. Нужно этому поставить конец, поставить точку. И для этого существует наука. Мы как раз те, наша команда, которая, начав с маленького аспекта, постепенно-постепенно стала изучать с помощью системного подхода и подошла к простейшим выводам. Тут нужно наложить простой фильтр понятийного аппарата. Дальше нужно наложить простые, логичные, апробированные способы оценки или назначения стоимости на тот или иной предмет. И все встанет на свои места. Если таблетки Херста при себестоимости в несколько долларов, купленных в аптеке, и при определенных каких-то показателях, ну никак не могут стоить больше, ну не знаю, плюс еще какая-то реклама и так далее, Если тех факторов, которые влияют на определение научной стоимости, рыночной стоимости, да, не могут стоить там больше нескольких, ну десятков долларов, да, то какие миллионы? Откуда они берутся? Кто их таким образом, мошенническим образом внушил нам с вами, население, инвесторов? Инвесторы, опять же, это свои подставные лица, которые, как в этой, знаете, как вот в этих, как их называют, в наперстках, да, там есть целая куча подставных, которые вам, увидев, что у вас есть капитал, сделают так, чтобы вы в конечном итоге все равно вы все проиграли. Так вот, давайте допустим того, чтобы мы с вами проигрывали, в первую очередь, в духовном смысле, потому что поколение, воспитывающееся вот на этой билиберде, это наше с вами преступное молчание, его не должно быть. Конечно, в финансовом плане, потому что в отсутствие того, что музейщики не дают возможность сделать любой предмет, я говорю про музейщиков стран СНГ, не дают сделать возможность любой предмет исторически достойный, материально, финансовым, мощным активам, то на этом фоне музейщики молчаливо, преступно, молчат, когда им, в силу каких-то денежных там доходов и денежных бонусов, они позволяют демонстрировать на высочайших площадках, высочайшего уровня, вот эту билиберду. Соседство Родена с Савадовым, Чичканом, Бройдбурдом и прочими вот этими вот модернистами, мошенниками, художниками, которые, зная, что такое прекрасное, рисуют билиберду и пропагандируют ее, это преступление в том числе и музейщиков, и чиновников Минкульта. Этому нужно поставить заслон, это один из элементов мафии, вот мафиозных взаимоотношений, за этим застоят большие деньги. Говорю это не я, не своим языком, а это говорят уже сами же участники этого рынка. И вот пояркову честь и хвала, который раскрыл на самом деле, что же из себя представляет нутро вот этой громадной, темной, черной дыры современного искусства со знаком минус, творчества. Это не искусство, я ошибаюсь, нужно говорить творчество. В следующем сюжете мы поговорим про такую часть, как фальшаки, как то, что рынок каким образом заполонен и продолжает заполоняться благодаря преступной халатности чиновников, которые призваны регулировать. Это же и Минюст, и счетная палата, конечно же это Минкульт, это все правительство, которое позволяет увеличиваться вот эту всю массу вот этих всех криминальных и мошенническо-криминальных действий, в том числе и в сфере фальшаков. Я следующий сюжет посвящаю фальшакам. Продолжение следует...